Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Далеко, слишком далеко раздался надрывный крик. Будто кишки живьём вытягивали. Тягучий, безответный. Идущая перед ней фигура упала на колени, зажав уши руками и уткнувшись лицом в истоптанный маленькими следами снег. Этот будет следующим. Лес уже лет тридцать Дани не требовал. Люди отвыкли. Перестали каждую зиму дрожать за младших в семье. Даже рассказы стариков уже не так пугали. Бабушка иногда любила постращать детей воспоминаниями о том, как в лихой год захотел лесной хозяин целых десять человек. Что поделать? Отдали. Собрали как в дорогу и отвели границы с вековечными чащобами. Долго ещё родители украдкой оплакивали своих детей. Но поди не отдай. К весне половину деревни заберёт. Но, конечно, рассказывала она об этом только после требного дня, чтобы лихо не накликать. А в этом году, как сковала ледяная корка речную гладь, среди белого дня явились двое. Даже в саму деревню не зашли. Так, показались из-за околицы две крепкие фигуры, что в звери на двух ногах, да исчезли. И разнёсся стон по всей деревне. Треск дерева. И заплакал проклятый идол на отшибе. Жители стояли. Кто-то мрачный. Кто-то неверя. Иные совсем старики с безнадёжной тоской в глазах. Тридцать лет молчал истукан. А сегодня заплакал кровавыми слезами из натреснутых глазниц. Ровно пять раз разносился стон над притихшими домами. А потом затих злорадно. Нужно было выбирать. Отец раньше удачливым не был, а когда вернулся с дрожащими губами, зажав кулаке чёрный лоскуток, Алинка и не удивилась даже. Она вспомнила перекошенное лицо матери, когда та подала ей кружку с тёплым молоком перед дорогой. Жалкую улыбку отца. Странный травяной привкус. Отказаться ступить на тропу можно, но тогда никому из их семьи житья не будет. Зачем умирать всем, когда можно обойтись ей одной? Был у неё и младший брат, но Алинка сама вызвалась. Слишком любила его, чтобы он в свои пять лет пошёл на корм ночным. А ей уж двенадцать. Почти девушка. Может исправиться. Говорят, что однажды у кого-то получилось дойти до конца и вернуться. Может и у неё получится. Но сильно Алинка не надеялась. Она знала, что как только стемнеет окончательно, другие отданные лесу потеряются из виду. И вот тогда она останется наедине со всем тем, что прячется в тёмных зарослях и сугробах по обе стороны тропы. Да и не выдержат они долго. Самому старшему, если не считать Алинке, лет восемь, кажется. Она специально старалась не подходить близко, чтобы не знать и не видеть, как лес забирает тех, кто рос вместе с ней. Оооо. Вымучено выдохнуло что-то с правой стороны. Девочка шарахнулась, но вовремя спохватилась. А левая нога уже почти сорвалась с узкой тропы и скользнула в глубокий сугроб. Сгустившиеся тени разочарованно дёрнулись. Раздался раздражённый скрип чьих-то когтей, пока резкованных морозом деревьев. Справа, почти засыпанный снегом, лежал на боку мертвец. Он с ленивым любопытством глядел на Алинку снизу вверх. Губ почти не осталось, и длинные зубы скалились в радостной улыбке из белёсых дёсен. Одного глаза не было. Второй, истекающий чем-то склизким, но застывшим на морозе, уставился прямо на неё. Обкусанные длинные пальцы шарили по границе с тропой, но пробиться через неё не могли. Таков уж уговор. Пока идёшь по тропе, никто тебя тронуть не может. Только куда она вела, тоже никто не знал. «Чую, но не вижу». Глухим утробным голосом пожаловался он. «А встать не могу. Ноги на прошлую луну сожрал кто-то. Голодно тут зимой. Лютуют ночные. Хоть капельку крови дай». «Не дам», – устала сказала Линка, слегка успокоившись. «Подумаешь, беспокойник. Таких отец навил и поднимал по дюжине в год. Даром, что на границе с лесом жили. Знаю себе, двери на ночь закрывать не забывай. А если зовёт, уши заткни. Они ж почти безвредны, если сама на зов не выходишь». К тому же бывшие люди. Бабушка говорила, что все ночные когда-то людьми были. Но в этих хоть что-то остаётся. А насчёт остальных Линка крепко сомневалась. То, что холодными зимними ночами выло и скакало по улицам, не могло быть людьми. Никогда. Не бывает у людей по три руки. Не бывает рогов и столько зубов. Не бывает у людей такого роста и уж точно не бывает таких пастей в поллицах. «А я тебе скажу, куда дальше идти?» – ласково сказал мертвец, заборочившись и выползая из сугроба. Много правды не было. Едва шевелились оторванные мощными челюстями обрубки. «Итак, вижу, тут дорога одна». Линка вытерла со лба пот, прищурила глаза. На горизонте маячила только одна фигурка. Остальные уже либо ушли далеко, либо достались лесу. А может уже слишком темно, чтобы разглядеть. «А что там в конце, знаешь?» «Хм-хм-хм-хм-хм. А я знаю. И тебе расскажу. Даже совет дам, если прямо до конца ухитришься дойти». Троих уже забрали. Ну что им три ребёнка? Одного Ласка взяла, другой по глупости прямо к выворотню кинулся. Третьего сейчас одноногий доедает. Знаешь, кто они? Линка вздрогнула. Она знала. Её имя ещё в детстве пугали. Бабушка рассказывала, что Ласка на первый взгляд совсем как человек. Да и ведёт себя по-человечески. Пока не схватит, конечно. Выглядит она как старушка, сухонькая, сгорбленная, закутанная в длинный плащ. К такой подойти не страшно, но что она сделать может? Только руки у неё длиной до земли. Если нарвёшься на неё, будет просить о помощи. Ты только подойди. Корзинку поднять, к людям вывести. Клюку с земли подобрать. А если подойдёшь слишком близко, то взметнётся из-под плаща костлявая кисть, притянет к себе и поминай, как звали. Бабушка говорила, что Ласка потому и Ласка, что убаюкивает. А есть ещё живьём начинает. Так что жертва будто в тумане, пока не умрёт. И пока падает на снег кровь и хрустят кости, мерещится, что ты где-то дома. В тепле и уюте. А трещат на самом деле поленья в очаге. Не самая страшная смерть, если, конечно, ты и правда ничего не чувствуешь. Но кто его знает, наверняка. Но всё лучше, чем одноногий. Говорят, когда-то он был колдуном, но до того близко сошёлся с ночными, что даже не заметил, как сам обращаться стал. Когда начали по ноге расти волчьи когти вместо ногтей, то испугался, ногу себе и отрубил. Только поздно было. Почуял собственную кровь и попробовал человеческого мяса. Теперь шляется то ли человек, то ли зверь, обросший, ободренный. От него, говорят, отбиться можно, что от зверя лесного, если от вида рассудок сохранишь. Про выворотни Линка даже думать не хотела. Хуже смерти не придумаешь. Выглядит и правда, будто человек вывороченный, да и с тобой такое же сделает, только на живую. Что после них остаётся, надо бы на сразу сжигать, иначе врастёт в землю, а через месяц из неё ещё один такой же выберется. Но и врать мертвецы не могут. Это все знают. Может и правда крови дать. С одной стороны, в лесу даже царапинку каждая тварь почует. Но с другой, куда хуже, она и так на тропе. Линка вытащила из мягкого валенка ножек. Повредила им ладонь. Пристально глядя на подвывающего от голода мертвеца. Что скажешь, если дам крови? Знаешь, как мне пройти тропой и вернуться обратно? Этой же тропой обратной дороги нет. Она же за тобой закрывается. Глаза разуй! Со злостью рявкнул он. Линка обернулась и увидела, что тропа действительно будто зарастает. Она аккуратно закрывалась позади неё. Вот только что были следы, а теперь блестит снег нетронутый. Надо же, ей в голову не приходило, когда по ней шла. Кто её мог в лесу проложить? Люди на неё по своей воле не ступают. Можно, можно назад. Только другим путём. Тем, кто до конца дойдёт, лес другую откроет. Да и крови обещала же. Я тебе ничего не обещала. Что в конце? Мертвец отрицательно покачал головой. Зубы скрипели и тёрлись друг от друга, шатаясь в сгнивших дёснах. Девочка вздохнула и провела лезвием по безымянному пальцу. Махнула рукой, и капли упали на снег рядом с беспокойником. Тот зарылся в снег, урчаясь, лясь, что так мало. Ничего. Если расскажет, что полезное, она ещё пару капель даст. Где-то впереди есть чаще что-то разгневанно завыло, переходя на скулёж, чуя пролитую кровь, доставшуюся к кому-то ещё. «Говори». Линка снова посмотрела вперёд, но видно было только тропу. Никого на ней не было. Мёртвый поднял голову. «В конце дом. Только тебе туда заходить нельзя. Иначе...» Незаметно подступившие к сугробу тени разом накинулись, разрывая болтливого беспокойника на клочки. Линка закрыла лицо руками, чтобы, не дай боги, не попали в глаза или рот смрадные капли, иначе умрёт от яда за считанные минуты, перед этим корчась и выплёвывая на снег собственные внутренности. Этот ей ничего больше не скажет. Тени затихли. Девочка снова медленно открыла глаза, отведя от лица руки. Смотреть в сторону мертвеца она не стала. Повернулась и пошла вперёд, стараясь не оборачиваться на почти ощутимые взгляды в спину. Голодные. Тяжёлые. Лучше не смотреть. Говорят, некоторые ночные заморочить могут, если взгляд твой поймают. В лесу темнело быстро. Чтобы не сбиться, Линка сосредоточенно глядела себе под ноги, чтобы ненароком не оступиться с узкой тропы. Пока её ещё можно было разглядеть, но от основной в разные стороны разбегались другие, хитрые, ненастоящие. Что-то из них морок, какие-то ночными проложены. Если не следить, куда идёшь, пропадёшь, как остальные. Линка старалась сосредоточиться, чтобы лишний раз не отвлекаться от пути. Но ничего не получалось. Мысли возвращались к дому. Впереди, прямо на тропе, из сумрака начали появляться очертания чего-то небольшого, может, по пояс ей. Девочка пошла медленнее, осторожнее, щурясь и пытаясь разглядеть, что там. Снег как-то особенно противно скрипнул под ногами, когда она увидела небольшую ель посреди дорожки. Маленькие следы оканчивались прямо перед деревом и дальше не вели. На ветках мягко искрылись снежинки. И такой тоской почему-то повеяло от растущего прямо посреди последнее для стольких тропы дерево, что улинки запершило в горле. Ель казалась неуместной. Неправильной тут. Словно бы даже одинокой. Девочка заворожённо потянула руки к мягким иголкам. Ей хотелось стряхнуть с них снег, погладить, показать, что она тоже здесь совсем одна. Хвоинки вздрогнули. Снег мягко осыпался с самых длинных веток. Дрогнули, хотя никакого ветра не было. Дрогнули жадно, с нетерпением. Будто хвост затаившегося в засаде хищника, добыча которого всё никак не желает подойти достаточно близко. Линка замерла. Кончики пальцев заныли. Их словно магнитом потянуло к веткам, но она успела отдёрнуть руку. Сзади кто-то недовольно хмыкнул. На ватных ногах, очень медленно, девочка повернулась. Почти вплотную к ней, но всё-таки не пересекая границы, скрестив руки на груди и наклонив голову вправо, стояла молодая женщина. В сгущающихся сумерках тени придавали совершенно человеческому лицу резкие, злые очертания. «Какая осторожная!» Без выражения сказала женщина, тряхнув за яневевшими волосами и отступая в темноту. Но девочка успела заметить, как перед исчезновением её лицо слегка вытянулось, не до конца превратившись в волчью морду. Линка заставила себя отвернуться и, уже обходя деревца, снова пойти вперёд. «Ведьма. Звероликая дочь леса. Если она сможет вернуться, то обязательно об этом расскажет. Не в её деревне, но в одной из соседних. Прямо среди людей живёт создание леса. Как будто за околицей опасностей мало, так ещё и к жилью подбираются. Иные живут годами, пользуясь доверием и охотясь прямо внутри деревни. И от человека не отличишь, если сама не откроется. А настоящий облик видят только маленькие дети, да такие, что рассказать ещё не могут». Линка вздрогнула, представив, как деток каждую ночь просыпаются от крика младенца, который никак не может объяснить, что испугала его огромная волчья морда в окне. Вдруг тропа кончилась, а Линка всё ещё неверяще смотрела под ноги, не желая верить, что дальше не будет даже этого, пусть и ненадёжного, но указателя. Перед ней была широкая, ярко освещённая луной поляна, на которой стояла небольшая добротная изба. Вокруг разбросаны то ли небольшие тюки с сеном, то ли горы чего-то ещё. Слюдяное окошко, через которое нельзя было разглядеть, что внутри избы уютно светилось мягким тёплым светом. Тепло. Огонь. Слова разорванного тенями беспокойника эхом отозвались в голове. Туда нельзя. Человеку нет места в самом сердце леса. Подавив желание броситься вперёд к свету, Линка шмыгнула за ближайшее дерево и осмотрелась ещё раз. В валенках мерзко чавкнул растаявший снег, задубевший от мороза пальцы, стрельнули болью. Но теперь, не поддавшись мороку с первого взгляда, она начала различать детали. И чем больше смотрела, тем больше неправильного и жуткого видела. У избы не было двери, только порожек. За ним простиралась тьма. Но в окне приманкой горел свет, теперь уже вовсе не похожий на свет огня, а какой-то тусклый и холодный. Крыша прохудилась и зияла дырами, из которых тоже никакого света не исходило. Просто заброшенная старая изба, наполовину развалившаяся, но скрывающая внутри что-то очень плохое. То, что она сначала приняла за расставленные вокруг тюки сеном, тоже начало приобретать иные формы. Линка посмотрела на ближайший к ней и зажала рот рукой. Теперь она видела. Человек был закутан в множество слоёв одежды, будто бы на таком морозе это могло помочь. Он сидел на земле, привалившись спиной к гладкому обтёсанному столбу. Из глазницы, распахнутого в крике рта, торчали пучки хвои, некоторые совсем старые, засохшие и тёмные, пропитанные бурым, некоторые свежие, ещё поблёскивающие и искрящиеся. Иссохшее лицо покрывали трещины, похожие на морщины. Но Линка была уверена, что это ребёнок. Скорее всего, один из тех, кто, как и она, пошёл по тропе. Прошёл до конца, уверенный, что можно договориться с лесом, если выполнять его условия. Я оказался здесь. Со стороны избы послышалось тихое, монотонное бормотание. Линка вскинула голову и увидела высокую худую тень, медленно отрывающуюся от угла. Значит, ей даже до порога дойти бы не удалось. Достаточно было просто ступить на поляну, показаться, чтобы эта перестала прятаться за приманкой избой и явила себя. Движения были ломанными и дёрганными. Точно такими, которые Линка мельком видела в окнах во время особенно тёмных ночей. В такие ночи выйти за порог значило сгинуть. В такие ночи создания леса танцевали среди безлюдных улиц под завывание ветра, бессильно опуская слюни на прятавшихся в домах людей. Спрятавшихся в темноте, потому что кому захочется, чтобы твари сбились в кучу прямо там, за тонкой и ненадёжной перегородкой, давая рассмотреть себя и пялись на так близко дрожащую добычу самим. Тень постепенно приобретала очертания, нарезая круги по поляне и изредка останавливаясь перед каждым телом на пару минут, что-то напевая и приговаривая. Девочка старалась не вслушиваться, не желая различать, что такое бубнит существо, но всё равно слышала. Скрипя вывернутыми коленями, оно наконец доковыляло до ближайшей к ней фигуры и наклонилось, завозилось рядом, старательно добавляя ещё иголок в левый глаз. Вырастет ещё одна, пушистая, зелёная. Без выражения говорило оно, старательно вставляя тонкие иглы, отходя и будто что-то оценивая. Будет радость, будет праздник, буду через тебя в чужие дома смотреть, буду всё знать, всех видеть. Линка заворожённо глядела на сухие костлявые пальцы, скрипущиеся по земле каждый раз, когда существо добавляло хвоинку. Этот ребёнок, скорее всего, уже очень давно тут, среди безмятежного снежного ковра, даже двинуться не может. Кожа потрескалась, и ногти бессильно впиваются в землю. Вокруг лишь тьма, и глаза давно не видят, но даже закричать нельзя, а лишь сидеть и медленно ощущать, как тело превращается в дерево. Прорастает ветвями и иглами. Не видеть, не говорить, но всё чувствовать. В голове слегка зашумело от осознания того, что за деревья на самом деле ставят в избах на изломе зимы. Дар леса людям, вечно зелёные, всегда живые деревья, которые так сильно отличались от обычных. Их дарили не всем, лишь несколько семей в году находили такое дерево в лесу. Девочка представила, что они чувствуют, когда топор разрубает бескровное тело там, где были ноги. Особая метка. Благословение. И всё лишь для того, чтобы существо, прятавшееся у избы, смотрело через твои мёртвые глаза на людской праздник, вдыхало человеческий запах и жадно запоминало. Разглядывало, не в силах проникнуть туда. А потом, если, конечно, они ещё живые, после недели в чьём-то доме, костёр. Чудовище, всё ещё бурча и приговаривая, направилось дальше, чудом не почуяв, будто намертво приросшую к дереву Линку. Она проводила взглядом сгорбленную спину, покрытую рыжеватой жёсткой шерстью и россыпью маленьких ранок, подавила ком в горле. Бежать? Одна она ночью в лесу сгинет ещё быстрее, чем тут. Да и куда её завела тропа, Линка не знала. Оставаться на месте тоже нельзя. Рано или поздно её найдут. Да и не выдержит она до утра на таком холоде за деревом стоять. Уснёт и замёрзнет насмерть. Это если её чудом не заметит то, что бродит по поляне. Взгляд упал на домик. Девочка вспомнила слова мертвеца. Если бы она побежала туда сразу, то там бы и конец ей. Но ведь теперь там уже нет того, кто бы её подстерёг. Кто его знает, но ничего другого Линка придумать не могла. Да и холод, который из-за движения и страха слегка отступил, снова начал чувствоваться. И она решилась. Линка дождалась, пока тварь отошла ещё дальше и отвернулась, проверяя следующий труп. Стянула с ног промокшей валенки, чтобы не хлюпала. Почти взвыла от обжигающего холода, вцепившегося в стопы. Думать было некогда. И она, обмирая и молясь, чтобы под снегом не оказалось ямы, капкана или обломка кости, пригнувшись быстро, засеменела к дому. Ближе, ещё ближе. Ноги были как чужие, но она успела добраться до крыльца и нырнуть в спасительную темноту внутри до того, как чудовище обернулось. Внутри было светло и тепло. Девочка вцепилась руками в дверной косяк и ошалела, разглядывала то, что должно было быть полуразрушенной временем и ветрами и сбой. Вместо двери по-прежнему была густая тьма, только теперь она не давала рассмотреть, что происходит снаружи. Будто и не бродит там под лунным светом нечто, сохраняющее жизнь в мёртвых телах. Окна, из которого снаружи был виден свет, тут не было. Маленькая тёплая комната освещалась, горящая на столе масляной лампой. Крышка подпала на полу и больше ничего. Ни грудкостей в углу, ни следов крови, ничего. Только странные тени, пляшущие по потолку, и запах, густой, тяжёлый, кровь, смешанная с ёлочным духом, откуда-то поняла Линка. Она судорожно оглядывалась, пытаясь понять, куда бы теперь спрятаться, разве что под стол. И кто-то грустно вздохнул где-то позади, совсем как человек. Линка подскочила на месте и обернулась, зажав рот руками, чтобы не закричать от страха. На неё из угла до этого полностью скрытого тенями с раздражением смотрел мальчик лет десяти. Он сидел на полу, обняв колени и слегка раскачиваясь. До того бледные, что густые брови и длинные волосы до плеч казались почти смоленными, а глаза наоборот почти прозрачными, со слишком узкими для такого освещения зрачками. Он наморщил лоб и покачал головой. «Ты кто?» шёпотом спросила Линка, не решаясь подойти. Было в нём что-то отталкивающее, пугающее. Девочка ещё просто не поняла, что именно. Что-то большее, чем просто неестественная бледность. «Да не услышит она тут ничего», вяло сказал он. «А что, уже зима снаружи? Требный день?» Девочка кивнула, не сводясь с него настороженного взгляда. Мальчик казался расслабленным, но почему-то она была уверена, что всё это показное. «Третий год пошёл, значит, а я тут как дурак торчу». Он лениво зевнул, а Линка поняла, почему ей так не нравился мальчик. Острые, тонкие клычки на секунду блеснули в мягком свете лампы, мгновенно гася только появившуюся надежду. От чудовища снаружи она убежала, только от вот этого в такой маленькой комнате никуда не денешься. И не справишься, под рукой только ножик. Но что-то ему пырю сделаешь, рассмешишь разве что. «Не голодный я, не дрожи». Мальчик всё-таки встал, оказавшись ростом по плечу Линки. «Людей я вот давно не видел. Кормить она меня кормит. Ну и всё больше мёртвыми. Тёплыми ещё, ну и с ними разве поговоришь?» «Оно сюда вернётся, да?» Дрожащим голосом спросила девочка, стараясь не упускать его из виду, но отлично понимая, что если он решит напасть, шансов у неё нет. «Она!» Поправил с улыбкой мальчик, снова показав клыки. «Вернётся, конечно, поищет там тебя немного и вернётся обязательно». «А ты тут...» Линка сглотнула слюну. «Стережёшь что-то?» «Да каба я знал...» Сердито перебил её он. «Забрала меня сюда и держит. Кормит, конечно, да и солнца тут нет, но не выпускает. Видишь, что с дверью?» «Я сам выйти не могу, но вот если ты поможешь, я тебя спрячу». «А то не могу уже тут. Третий год ни крови свежей не вижу, ни луны, а стачертела». «Не обманешь?» С подозрением спросила Линка, чувствуя, что сердце замирает от того, что мальчик всё ближе и ближе. Она различала от него запах прелого тряпья и тяжёлый дух, запёкшийся на нём крови. «Нет», – махнул головы мальчик, «но и выбора у тебя особенно нет, правда же?» Линка с тоской промолчала. Выбора действительно не было. «Смотри». Он в развалку подошёл к столу и вырвал одну из ножек. Лампа покачнулась, но осталось стоять. «Это не осина, так что упокоить меня не сможешь. Но вобьёшь крепко, рядом с сердцем, поняла? Она не сильно умная, повоет и бросит, а днём она тут не появляется. Как только рассветёт, выберешься отсюда и оттащишь меня куда-то в тень. Дерево вытащишь и иди себе куда угодно. Ну?» Девочка неуверенно взяла из его рук ножку стола, заметив, как дрогнули его бледные тонкие губы при виде свежего пореза на пальце. Примерилась, но зажмурилась и опустила руки. «Я бы и сам сделал, только не могу. Мёртвому только живой навредить может». «А мне потом что делать?» Он молча прошагал до крышки подпола и поднял её. Оттуда шибануло таким крепким ёлочным запахом, что у Линки глаза заслезились. Из дыры послышался слабый плач множества голосов и зашумело что-то, будто деревья на ветру. «Там те, кто уже подрос, но она их почему-то не высаживает». Немного помолчав, сказал мальчик. «Спрячешься среди них, может выживешь. Она тебя там не почует, а с ними уже сама договаривайся. Может ещё чего понимают». Линка устала бояться. Устала трястись. Устала от всего обрушившегося за последнюю пару часов. Устала от всех этих ночных существ, то пытающихся сожрать, то получить от неё что-то. Она снова подняла кол, примерилась и занесла руку, мельком взглянув на лицо мальчика. На нём ничего не отражалось, только мерцали в свете лампы узкие зрачки и торчали в полуоткрытом рту клыки. Ударило. Ничего в лице не изменилось и не дрогнуло. Остекленели глаза, и он повалился на пол, окоченевший, прямо будто дерево. Сзади послышалось бормотание, и что-то с потрескиванием проходило сквозь тьму двери, так что девочка не стала ждать, а просто ухватилась за крышку подпола и ухнула вниз. Внизу не было пола, не было стен, не было света. Только колючее, шелестящее море иголок, впивающихся в шею, щёки, разрывающие одежду и заставляющие жмуриться, чтобы хоть как-то прикрыть глаза. Оно возмущённо бурлило, неся её куда-то вниз. Голоса, жалобные, злые и тоскливые, лезли в уши, кололи не хуже игол. Она слышала каждый, но не могла ответить, парализованная болью и одновременно жалостью. Голоса спорили, и она их понимала. Кто-то уговаривал остальных не убивать, кто-то не желал отпускать ту, что должна была стать такой же, как они, кто-то просто тихо плакал. Десятки, сотни заключённых тут, некоторые ещё звучащие, по-человечески, иные уже обезумевшие или же злобно шипящие, требующие крови. Она слушала и слушала, покачиваясь на волнах шёпота и боли, пока не провалилась куда-то в темноту и больше уже ничего не слышала и не чувствовала. Последнее, что она запомнила, вой где-то наверху. Отчаянный, злой, безысходный. Очнулась Линка от боли. Она с содроганием вытащила и отбросила от себя длинную иглу, пробившую щёку и колувшую нёба. Всё тело ныло от порезов и ссадин, но сверху, из щелей между досками, пробивалось по-зимнему холодное и робкое солнце. Она шатаясь встала, с шипением от боли в ногах и от царапанных ладонях поднялась по ветхой лестнице и откинула крышку подпола. Обычная полуразрушенная изба. На полу валялась разбитая лампа, а в дальнем углу девочка заметила бледные ступни всё ещё лежавшего на полу упыря. Солнечный свет почти добрался до него, но ещё не был достаточно сильным, чтобы начать сжигать. Морщись от боли, она доковыряла до него и встала над трупом. Подумалась, что можно и так оставить. Ещё пара часов и спросить с неё за невыполненное обещание он уже никогда не сможет. Но обещала ведь. Да и он не обманул. Потом решилась. С отвращением взялась за холодные щиколотки и с трудом потащила его за собой, к крышке. Перед тем, как столкнуть вниз, уперлась ногой в грудь и вытащила вышедший с чавканьем кол. Тело дрогнуло в судороге и из клыкастого рта пошла пена. Уже отходя, она бросила взгляд в темноту подпола и увидела сверкнувшие в темноте глаза. Он запоминал её, ведь наверняка видел, как она стояла в раздумьях, решая, оставить ли его на солнце. Девочка знала, что ещё обязательно его увидит, если доберётся до дому живой и до темноты. Увидит однажды в окне или услышит на своём пороге вкратчивую просьбу впустить. И помоги ей, боги, узнать этот голос и никогда не открыть. Вместо двери зияла обычная дыра, через которую Линка с опаской прошла, боясь, что весь дом в любую минуту может обвалиться ей на голову. Она обвела взглядом поляну и молча вздохнула. Вся она была усажена красивыми, блестящими тёмными иглами и снегом на ветвях деревьями. В этом году многие, очень многие найдут и принесут в свой дом благословение леса. И даже если она расскажет, что эти деревья на самом деле такое, никто не посмеет отказаться. Солнце вставало быстро, а Линка, уже не замечая боли в окоченевшем, от холода и ран теле, всё ещё рассматривала деревца. Между ними петляла новая дорога, как и обещал беспокойник. Вытоптанная, аккуратная, весело, блестящая, свежим, нетронутым снегом по бокам. Линка ступила на неё, всё ещё не веря, что всё-таки вернётся домой, и медленно побрела. Как-то отстранённо, но горячо молясь, чтобы в её доме в эту зиму, да и все последующие, никогда больше не услышать терпкого, тяжёлого запаха хвои. Субтитры создавал DimaTorzok